Законы Казахстана, личные вещи и подарки. С 16 июля по 20 сентября в Петропавловске будет работать выставка музея первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Здесь представлены чуть более 100 экспонатов многотысячного архива. На презентации знаменитой столичной экспозиции побывала Ирина Панфилова. Прежде чем ознакомить североказахстанцев с экспозицией, выставку музея первого президента торжественно открывают. От имени Акима области гостей приветствует его заместитель Анархан Дюсенова. Я хочу поблагодарить ваш коллектив за огромную работу. Это касается не только этой выставки. Я думаю, становление музея, скрупулезная работа, ваше прямое отношение к этому, я думаю, оно, наверное, очень большое значение имеет не только в рамках этой выставки, но и для всего подрастающего поколения, для всего народа. Главной хранительнице фондов музея первого президента она передает благодарственное письмо руководителя Северного Казахстана Ерика Султанова. Алмаз Агангали в свою очередь дарит руководству области и сотрудникам историко-краеведческого музея каталоги, посвященные общественным наградам лидера нации. При этом отмечает, с нашим регионом всегда приятно сотрудничать. Эта выставка уже вторая, которую открывают на севере Казахстана. История Ассамблеи, все вы об этом знаете, это история нашего единства, нашей стабильности. А Северо-Казахстанская область – это один из ярких примеров единства через многообразие народов и культур. Именно поэтому мы с особой тщательностью готовили эту выставку. В этом году Ассамблеи народа Казахстана юбилей в честь 20-летия общественного института и название у выставки символическое. Казахстан – территория мира, духовности и согласия. Султан Адишевич Назарбаев всему миру показывает, что национальный вопрос является стержнем государственной политики нашей страны. Сегодня Казахстан – это уникальное явление межэтнического, культурного, межконфессионального взаимоотношения, взаимообогащения всех предносов, проживающих на территории нашей страны. Наиль Салимов передает в фонд президентского музея материалы, рассказывающие о деятельности североказахстанского филиала Ассамблеи. А уже через несколько минут гости выставки спешат на второй этаж. Здесь развернулась экспозиция. Об истории становления государства и его лидере рассказывают экспонаты нескольких витрин. В самом центре главный закон нашей страны – Конституция. А здесь личные вещи главы государства, тезисы выступлений, канцелярские предметы, личные записи. Рассмотреть можно и почерк Нурсултана Назарбаева и строгий смокинг с парой итальянских туфель. Один из уникальных экспонатов, представленных на выставке – служебное удостоверение первого президента Казахстана СССР. Получил его Нурсултан Назарбаев в 1990 году. По сути, именно с этого документа и началось развитие нашей независимой республики. Взгляды гостей выставки прикованы и к сувенирам, которые когда-то дарили главе государства. Вот, к примеру, хрустальный меч от россиян. А это трезной шедевр из серебра от турецких строителей. Здесь представлены очень интересные экспонаты, материалы, касающиеся истории становления независимого Казахстана. Скажем, предметы, представляющие историческую ценность, касающиеся деятельности первого президента нашей страны. Эта выставка будет интересна представителям всех возрастов, но я думаю, что для молодежи она будет представлять особый интерес. Экспонаты – личные вещи нашего президента. Мы видели подарки, которые дарили ему зарубежными президентами. Это очень впечатляет хорошо. И в этом году исполняется 20 лет Ассамблеи народа Казахстана, где проживают представители 130 национальностей под одной крышей мира и согласия. Это очень нелегкий труд, это каждый день работа нашего президента. И мы благодарны ему за это. В Северный Казахстан привезли 111 экспонатов из музея первого президента. Всего же в столичном комплексе их порядка 6 тысяч. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК.